Кхм, угу, щас. Кхм, угу, щас. В общем, на сегодняшний день, на примере многих исполнителей, мы смогли убедиться, что, чтобы делать музыку, не обязательно иметь какие-то творческие способности и креативное мышление. Главное, сделать всё качественно, выбрать в себя все современные тренды, запустить рекламу в Инстаграме и всё. Тебя уже слушают миллионы 13-летних школьниц, а ты ездишь с турами по всей стране. В этом мы убедились на примере группы Френдзона, но сейчас не о ней. И для начала мы обсудим Инстасамку. Бэ! Инстасамка. Многие уже слышали о ней в череде видео от других блогеров, но сейчас мы не будем обсуждать её конфликты. Инстасамка – это обычная девушка, которая, по её словам, заебалась жить в нищете и решила зарабатывать в Инстаграме, тем самым прокормив свою семью. Я хотела дать своему младшему брату и своей младшей сестре всё то, чего они могли дать мне. Я тащил в одиночестве сраный портфель после школы семь классов подряд. О её контенте говорить нечего. Дегродские приколы, которые заходят, наверное, только маленьким девочкам. Какой стыд. Но это ещё половина беды. После того, как начали капать бабки, она задумалась, а не заняться ли мне музыкой. И вот, встречайте, Инстасамка трек Хола. Да я даже не знаю, по каким критериям это судить. Вот это рифмы. Весь трек она читает в одном ритме, а текст это совсем пиздец. Настолько примитивного содержания, сделанного на коленке, я нигде не слышал. Да мы уже поняли, что у тебя много денег, тачек и всего ты добилась. Умница. Вот только где здесь творчество? Такое ощущение, будто Димаста сменил пол и начал делать рэп в женском обличии. И да, этот трек ничего вам не напоминает? Делаю деньги, пока суки пиздятся. Нахуй твой ебаный хейт, я танцую на костях. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец ГГБшник, а моя мать с автоматом. Ну что уж, теперь давайте послушаем следующую работу, быть может там всё хорошо. То же самое, только читает она ещё скучнее. Такое ощущение, что ей просто лень делать это. И ощущение вторичности не покидает меня ещё с первого прослушивания. И при этом она имеет многомиллионную аудиторию малолетних девочек и катает туры на десятки городов. Печально, когда действительно талантливые артисты живут на последние гроши, а вот такие бездарности зарабатывают на проходном штамповании песен огромные суммы. Любую курицу нужно рекламировать, самое главное, чтобы тебе заплатили. Получаешь серебряную кнопку и потом начинаешь делать музыку, чтобы всраться по полной программе. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Я уверен, что как только её хайп стихнет, они и тут же забудут, потому что тренды очень быстро меняются. А вот настоящее творчество будут помнить десятилетиями. В общем, инстасамка, завязывай, пожалуйста. Я понимаю, что музыка – это общий дом для всех, но вы ведь не пускаете в свой дом всяких тупых шкур из Инстаграма, верно? А дальше только хуже. Бэ! Анна Михеева, которая раньше снимала сериали «Пацанки», огромной славы она там не сыскала и решила перебраться в место, где, чтобы пропиариться, нужно просто светить жопой. Очередная инстамодель из-за огромного количества подписчиков и вследствие ЧСВ решила, что также имеет способности к музыке. Давайте послушаем один из её треков. Хочу это, хочу то, хочу всё и ничего. Хочу влево, нет направо. Хочу холод, нет жару. Хочу жопу, кардашьян. И ещё больше губ. Это что, мысли бабы во время месячных? И опять же, подобные треки все слышали уже сотни раз от разных баб. Почему, выдавая подобный кал, они считают, что делают музыку? С чего они взяли, что, чтобы делать рэп, надо просто иметь бабки и хорошего звукаря? Кристина Си в своё время так же думала, но кто она теперь без пиздатого промоушена? Её я, кстати, упомянул не случайно, просто вспомните один из её старых треков. Да это абсолютно то же самое. Как можно настолько бездарно обсасывать настолько примитивные темы? Все эти строки о том, какая ты крутая, сколько у тебя бабок, не несут под собой ничего, и при этом звучит всё это ужасно. В итоге остаётся пустышка, приправленная ярким образом. И при этом всём они ещё и спорят, чьи песни пизжи. Здесь, как никогда, применима аксиома Эскобара. И ещё я хочу сказать, почему именно рэп? Я не удивился, когда Бузова решила заняться музлом и начала делать обычную попсу. В поп-музыке спрос на качество низкий, и от тебя ничего не требуется, кроме хитового припева. Но почему именно рэп? Видимо, всё дело в хайпе. По итогу хочу сказать, что мне тяжело было делать этот ролик. Не потому, что мне пришлось копаться в этом дерьме. Я ведь посмотрел четвёртый фрешблат, мне уже ничего не страшно. А потому, что труднее всего объяснять людям самые очевидные вещи. Если меня смотрят их фанаты, то я даже не знаю, что вам посоветовать. Просто, пожалуйста, пересмотрите своё отношение к музыке. Ну что тут ещё сказать? Фишка даже не в том, что их продукт это очевидное говно, а в том, что на такое говно есть спрос. Пока есть люди, которые восхищаются такими персонажами, те никуда не денутся, и будут зарабатывать на этом огромные суммы. Но поверьте, без всех этих миллионов подписок, конфликтов в Инстаграме и популярности за счёт дегенеративного контента, их музыка будет нахуй никому не нужна. И таких примеров тысячи. А на этом всё. Ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был канал Think About It. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok